Если я программист в Таджикистане сегодня, можно делить профессии на мужские и женские? Я не знаю, ответьте сами. Сегодня в природе уже есть этот факт. Очень даже поощряет в первую очередь правительством и международными донорами. Все-таки у бизнеса есть энергия мужская, но лицо женское. Женщины вкладывают в свой бизнес или предприятие свою любовь больше, чем мужчины. В начале своей карьеры, если я работала в цифровом секторе, цифровое программирование я применила для сельского хозяйства. Сельское хозяйство – это тоже традиционная мужская сфера. Проблемы для меня были, если я провожу какие-то встречи с нашими клиентами, нашей аудиторией, я могла бы быть в одном большом зале одной женщины. У нас есть такой временной ресурс, где мы вынашиваем ребеночка, там воспитываем, его ставим на ножки, где мы выпадаем из бизнеса. Видимо, вот это только особенность, то, что нас отличает от мужского лица бизнесом. Если вы сделаете всю документацию так, как закон требует, и проведете свою первую налоговую проверку так, чтобы вопросов у проверяющих не возникало, больше у вас проблем с такими органами не будет. В бизнесе, как и в жизни, очень важны человеческие факторы ценности, такие как уважение, порядочность, честность, гуманность. Успех бизнеса заключается в факторе доверия. И если этот фактор доверия разрушается, это такой урок, вот для меня это урок. Нужно окружать командой таких преданных, верных людей, с которыми ты можешь действительно пойти в бой.